Здесь вместо настоящих красок виртуальные, а кисть заменяет компьютерная мышь. Такая технология — единственная возможность для Сергея рисовать, ведь работает у него только запястье. Эти иконы пишет полностью парализованный человек. Так Сергей подписывает свои работы, а их за 9 лет, которые он прикован к постели, набралось больше сотни. На сегодня этой технологией иконописи занимаюсь только я во всем мире. И, ну, я не знаю, может быть, люди еще есть, которые занимаются этим, но пока что не встречались. Вот я уже три года ищу себе ученика, ну, потому как работы много, а сам не справляюсь. И вот не могу никак найти человека. На написание одного только лика святого уходит в среднем две недели. Бывают дни, когда каждый штрих дается с трудом, но силы, говорит Сергей, дает Бог. Я в работе, вот в такой постоянном, вот я смотрю, как говорится, в одну точку. Вот в таком состоянии человек теряет буквально через год-два зрение теряет, как правило, в работе за компьютером. Вот, а у меня 9 лет, вот, стабильное зрение. Это это о чем-то говорит. Готовый рисунок распечатывают на холсте и наклеивают на липовую доску. Затем иконы украшают по золотой и в отдельных случаях камнями. И все покрывают лаком. Иконы готовы, и от рукописных отличить их практически невозможно. Люди хотят иметь дома профессиональную икону, профессионально выполненную на доске. А вот в храмах сейчас наших в основном иконы сделаны на пластмассе, картиночки, открыточки какие-то. Ну, а людей, как правило, это не устраивает, хотят профессиональную икону. Татьяна Ивановна, мама Сергея, вспоминает, что в школе сын по черчению успевал лучше всех. Но к написанию икон да еще таким необычным способом пришел после несчастного случая. Десять лет назад неудачно прыгнул в речку с обрыва. В итоге серьезная травма спины. Надежды на спасение не было никакой. И каждый день Сергею приходилось бороться за жизнь. Спустя месяц при росте метр девяносто весил всего 30 килограммов. За эти годы перенес три операции и три клинических смерти. Мама Сергея до сих пор со слезами на глазах вспоминает те дни. Мне пришлось потом, конечно, когда уже он сам стал говорить, что я уже понимаю, что я уже не стану. Тогда я уже начала ему признаваться во всем, что да, сыночек, ты не станешь. Вот то, что будем ждать, будем надеяться на Господа нашего Бога. И больше ничего. И вот поэтому он надеется, что придет тот день, когда Господь все равно его поднимет. Два года назад Сергей рисовал иконы и готовился к иночеству. Но встретил Наталью. Она тоже инвалид. Познакомились по интернету и уже через месяц встретились. А в этом году даже повенчались. Я просто чувствую, что внутри такое повеление, что нужно не находиться с ним. И вот в результате общения не могу никак передать эти слова, чувства, что оно было, как глаз такой Божий, наверное, свыше, наверное. Я не знаю, что ты должна находиться с ним. Близкие называют это чудом, что полумертвая рука творит живое. Ну а для Сергея это упорная работа над собой каждый день. Трагедия не лишила его друзей. Их стало еще больше. Алло. Здравствуйте. А я не знаю, далеко или близко, куда вам нужно. Меня зовут Сергей. Я очень рад. Евгения Шашова, Александр Маньков, Вести, Воронеж.